В сегодняшнем ролике мы вместе с вами вспомним Кубок СССР 1979 года. Турнир, победа в котором открыла дорогу советской команде к взятию вершины в Еврокубке. Формат розыгрыша турнира тех лет имел свою изюминку, вспоминать которую приятно и сегодня. Весной, когда еще не начался чемпионат, команды собирались в южных городах для проведения группового этапа Кубка. Как правило, в группе были команды всех трех лиг, можно было в деле посмотреть на то, как выглядят команды из более слабых лиг в матчах с более маститыми соперниками. И иногда такие противостояния преподносили сюрпризы. Хоть турнир на этой стадии и не показывали по телевизору, заметок в спортивных изданиях, и по результатам матчей можно было сделать первые выводы о готовности команд к новому сезону. Тбилиси и Рустави приняли матчи первой группы. Выше дивизион представляли Динамо, Тбилиси, Ростовский Скай и Заря. Первый дивизион представляли Уралмаш, Ленинградская Динамо и Кутаиская Торпеда. Ожидаемо в группе в лидерах оказались местные команды, Динамо и Торпеда, которые по сути и решили судьбу путевки в четвертьфинал в очной встрече, в которой действующий чемпион оказался сильнее и победил 3-0. Динамовцы провели прекрасный мини-турнир. Они забили 14 голов и пропустили всего дважды. Лучшим бомбардиром команды на этом этапе стал Владимир Гуцаев, он забил 4 гола. Удивила Заря. В составе команды еще сохранились несколько игроков из чемпионского состава 1972 года, но результаты уже давно были не те. Вот и в групповом этапе Кубка Команда из Ворошилавграда сумела сыграть в ничью лишь с ленинградским Динамо, а 16 пропущенных мячей намекали на то, что игра команды нуждается в изменениях, иначе будет катастрофа. Забегая вперед отметим, что изменений не случилось и по итогам сезона Заря вылетело из высшей лиги. Сейчас вы видите итоговую таблицу первой группы и то, как расположились команды. Приятно удивила торпеда, середняк первой лиги. Совсем скоро кутаистцы смогут вернуться в высшую лигу, пока же они напоминали о себе вот такими короткими всплесками. В Эшове и Леселидзе прошли матчи второй группы. Эти населенные пункты также располагались в Грузинской ССР. Сейчас же они находятся на территории Абхазии. Про спортбазу в Леселидзе найти актуальную информацию не удалось. А вот одна из крупнейших олимпийских спортбаз, которая располагалась в Эшоре, сейчас представляет из себя печальное зрелище. Запустение, разруха. Глядя на фото и не скажешь, что когда-то здесь кипела жизнь, а в конце 80-х здесь тренировалась баскетбольная команда Чикаго Буллс. Но вернемся к групповому турниру Кубка. Во второй группе от высшей лиги были Киевская и Минская Динамо, а также Зенит. От первого дивизиона – Смоленская Искра, Нистру из Кишинева и Спартак из Орджоникидзе. Турнирная борьба больше напоминала игру в подавки. Киевская Динамо дважды сыграла в ничью с Минским Динамо и Спартаком. Но киевлянам повезло, что соперники играли более безлико, Минская Динамо дважды проиграла, как и Зенит. Благодаря потере очков путевку в четвертьфинал получили киевляне. Абсолютно слабейшей командой группы оказался Нистру. Команда набрала благодаря нулевой ничьей с Зенитом в последнем туре одну очку. При этом за все пять матчей не забили ни одного мяча. Турнирную таблицу второй группы вы можете сейчас наблюдать на своих экранах. Курган-Тюбе, Душанбе и Нурек приняли матчи третьей группы. Эти города находились в Таджикской ССР. Высший дивизион представляли Пахтакор и Шахтер. Первый дивизион, Памир из Душанбе, Алгай из Фрунзе и Трактор из Павлодара. Днепр по состоянию на сезон 79 уже был представителем первой лиги. В 1978 году команда вылетела из высшей. Не обошлось без сенсаций, из группы вышел представитель первой лиги. Памир не потерял за пять матчей ни одного очка, а оба пропущенных мяча команде забил в матче первого тура Днепр. Дальше, сухая серия и череда побед, обеспечившая досрочную победу в группе. Днепр и Пахтакор проиграли минимум по одному разу, Шахтер потерпел два поражения. Слабейшей командой лиги стал Трактор, команда набрала всего одно очко благодаря ничьей солгой. Итоговую турнирную таблицу третьей группы вы сейчас наблюдаете на своих экранах. Матчи четвертой группы проходили в Казахской ССР, в отличие от предыдущих групп. Здесь все игры проводились в одном городе. Чимкенте. Начиная с четвертой группы состав набирался из команд трех лиг. От высшей были Московская Динамо и Кайрат. От первой – Харьковский металист, колхозчий из Ашкабада и Шинник из Ярославля. Вторую лигу представлял автомобилист из Термьоза. В этой группе Московская Динамо показала абсолютный рекорд группового этапа, не потеряла ни одного очка и не пропустила ни одного гола. Уже за два тура до конца турнира стало понятно, что в следующий этап проходят москвичи. Второй представитель высшей лиги сыграл на одном уровне с середняком первой Шинником. Последний, кстати, провел вполне достойный сезон в чемпионате и закончил его на рекордной для себя четвертой строчке. И глядя на турнирную таблицу четко видно, что группа разбилась на три категории – безоговорочный лидер, середняки и аутсайдеры. Такого разрыва в результатах в предыдущих группах мы с вами не видели. А это курортный Сочи. Здесь играли команды из пятой группы. От высшей лиги в группе были Спартак и Невчи. От первой лиги – Пермская звезда, Одесский Скай и Терек. От второй лиги – Машук из Пятигорска. Судьба путевки в четвертьфинал решилась во втором туре, когда между собой встречались два представителя высшей лиги. Благодаря мячу Ярцева, оказавшемуся единственным в той встрече, победу в матче одержали красно-белые. Весь оставшийся турнир стал делом техники для москвичей, команда из Баку в свою очередь не теряла очки в надежде на осечку оппонента, которой в итоге не случилось. Тем не менее, команда Бескова потеряла одно очко в матче с Тереком, в этой игре была зафиксирована ничья 1-1. Невчи же все остальные матчи выиграл, но то поражение во втором туре оказалось решающим. В Баку команда вернулась ни с чем. Повторить прошлогодний выход в четвертьфинал команде не удалось. Турнирная таблица в этой группе интересна также тем, что все команды выиграли хотя бы один матч. Аутсайдер Машук смог одержать победу в последнем туре в игре с Тереком. Разрыв же между командами высшей лиги и остальными здесь оказался просто колоссальный. Уже хорошо знакомый нам Сочи или Селидзе принимали также матч и шестой группы. Добавилось к ним хосты, где свои матчи проводил Локомотив. Отгадка здесь проста, у железнодорожников в этом районе Сочи была своя база, где они готовились к сезону. От высшей лиги в группе играли, уже упомянутый Локомотив и ЦСКА. От первой лиги, Кубань, Запорожский Металлург, Спартак и Знальчика. От второй лиги, Гурия из Ланчхути. Кубань стала единственной командой, которая смогла отобрать очки у победителей группы московского ЦСКА. Очный поединок этих двух команд закончился без долевой ничьей. С аналогичным результатом краснодарцы завершили и встречу с Локомотивом. Решилась же судьба первого места в матче представителей высшей лиги, было это во втором туре. Армейцы победили 1-0. Отдельно стоит отметить Гурию, команда из второй лиги смогла опередить Металлург и Спартак и занять итоговую третью строчку. Несмотря на то, что ЦСКА за турнир не пропустил ни одного гола, отметить одного голкипера не получится. Сразу три вратаря у команды сыграли в этом кубковом турнире. Начинал 33-летний Владимир Остаповский. Затем тренеры посмотрели готовность к сезону Валерия Новикова, а в заключительной игре дали шанс проявить себя третьему вратарю Геннадию Горбунову. В чемпионате в том году тренеры чаще доверяли проверенному Остаповскому. Новиков появлялся реже, а Горбунов больше шансов не получал. Турнирная таблица в шестой группе выглядит следующим образом. Перенесемся в Армянскую СССР и посмотрим на то, что происходило в седьмой группе. Ереван, Арташат и Чмядзин стали городами проведения матчей. Здесь от высшей лиги играли Черноморец и Арарат. От первой, Спартак из Ивано-Франковска, Карпаты и Жальгирис. От второй, Колос, Никополь. Основная борьба происходила между Карпатами и Черноморцем, хотя после трех туров безоговорочным лидером был Арарат. Во втором туре Черноморец сыграл в ничью с Жальгирисом, следующая встреча у одесситов была с Карпатами. Учитывая твердую поступь хозяев турнира, не пропустивших в первом туре ни одного мяча и не потерявших ни одного очка, на момент проведения встречи между Карпатами и Черноморцем сложно было предугадать, что в этой игре решается судьба первого места. Команды сыграли друг с другом в ничью 2-2, а затем поочередно обыграли Арарат в последних двух матчах. Таким образом, в седьмой группе случилась вторая сенсация первого раунда, путевку в четвертьфинал получила команда первой лиги. Самой слабой командой группы стал Жальгирис. Литовцы всего одну встречу смогли завершить в ничью, в остальных проигрывали. В итоге результат оказался удручающим, два забитых мяча, 10 пропущенных, последнее место. Но работа над ошибками тренерским штабом сделана была правильная, о чем свидетельствует шестое место по итогам сезона в первой лиге. А это Крым, здесь проходили матчи в заключительной группе первого этапа Кубка СССР, восьмой. Бахчисарай, Симферополь, Почтовая, Белогорск и Евпатория приняли матчи этой группы, на деле оказавшейся самой интересной с точки зрения турнирной борьбы. От высшей лиги в группе играли, Крылья Советов и Московская Торпеда. От первой, Симферопольская Таврия, Воронежский Факел, Кузбасс из Кемерово. От второй, Шахтер, Караганда. Торпеда, казалось, является фаворитом группы, но москвичи устроили сюрприз, проиграв в третьем туре Факелу, который в первых двух матчах не смог набрать ни одного очка. Горячо поддерживаемая местными болельщиками Таврия стартовала в сезоне неуверенно, проиграв в первом матче Крыльям Советов. Весь остальной турнир команда прошла ровно, но тот матч с командой из Куйбышева оказался определяющим итоговый расклад в группе. Сами Крылья Советов, правда, подлили масло в огонь и сделали интересным матчем последнего тура. Дело в том, что Крылышки в предпоследнем туре проиграли Шахтеру. Теперь им обязательно нужно было выигрывать в последнем туре, иначе на первое место вышла бы Таврия. В итоге в решающем матче Крылья Советов обыграли Кузбасс 2-1. Сверхмотивированная Таврия победила 1-0 Торпеда, но по итогу очной встречи в четвертьфинал прошли куйбышевцы. Итоговая таблица восьмой группы сейчас находится на экране. Не успели забыться хитросплетение группового этапа, как начались четвертьфинальные матчи. Жребий разделил команды следующим образом. Киевская Динамо принимала ЦСКА. Московская Динамо встречалась со Спартаком. Команда решила не покидать Чимкент, и четвертьфинальный матч сыграла там же, где играла групповой турнир. Тбилисская Динамо встречалась с крыльями Советов. Так уж получилось, что благодаря хитросплетениям турнирной борьбы в полуфинал гарантированно попадал один представитель первого дивизиона, поскольку Карпатый и Памир в четвертьфинале встретились в очной встрече. Неожиданно для многих свою встречу проиграли киевляне, озадачил болельщиков, и проигрыш 0-3 Спартака. Результаты же двух других пар особых сюрпризов не преподнесли. Кто знает, как сложился бы поединок между московскими коллективами, если бы Букиевский на 45-й минуте реализовал пенальти и счет сравнял. К сожалению для поклонников Спартака, в том противостоянии сильнее оказался вратарь бело-голубых Николай Гонтарь. Во втором тайме окрыленные удачей динамовцы забили еще два мяча и разгромили своего принципиального соперника. Полуфинальные матчи состоялись в начале июня и в обеих встречах не обошлось без дополнительного времени. В первом полуфинале встретились ЦСКА и Динамо Тбилиси, это была вторая за неделю встречи этих команд. Первая, в чемпионате, завершилась победой армейцев со счетом 2-0. Кубковый матч проходил в более напряженной обстановке, команды осторожничали. На 23-й минуте Александр Чивадзе становится автором автогола. До 73-й минуты армейцы удерживали устраивающий их счет, но Дораселия сравнял счет. Этот гол стал последним в основное время, команды были вынуждены провести на поле еще полчаса. На 92-й минуте Давид Кипиани забивает второй мяч и выводит гостей вперед. Больше голов в этом матче не было и тбилисцы получили путевку в финал. 10 июня на стадионе Торпедо в Москве состоялся второй полуфинальный матч, в нем встретились московская Динамо и львовские Карпаты. 17 тысяч человек пришло посмотреть на этот матч, более чем солидная аудитория для бело-голубых в те времена. На 17-й минуте Валерий Газаев забивает первый гол, тем самым подтверждая опасения многих. Игра против команды из первой лиги будет для Динамо легкой. На 75-й минуте в ворота Карпат назначают пенальти, болельщики радостно потирают руки. Но Александр Максименко пробивает во вратаря, а на 88-й минуте нарушение случилось в штрафной площади Динамо. Теперь уже черед бить пенальти настал для Карпат. Юрий Бондаренко оказался точным с точки. 1-1 и во втором полуфинале тоже дополнительное время. На 108-й минуте Александр Минаев забивает гол и выводит динамовцев в финал, спасая от серии пенальти. Финальный матч прошел 11 августа на центральном стадионе имени Ленина, на него пришли 60 тысяч человек. Московская и Тбилисская Динамо выдали очень скучный матч, основное и дополнительное время которого закончилось со счетом 0-0. В серии пенальти это как всегда лотерея, в которой на сей раз со счетом 5-4 победила Тбилисская Динамо. Этот кубок стал вторым для команды из Тбилиси и последним, до распада СССР больше Динамо кубок не выигрывало. Но самое главное, что победа в кубке дала динамовцам путевку в кубок обладателей кубков, который они успешно выиграли, но об этом мы расскажем в другой раз. Это были замечательные годы для Тбилисского Динамо, в 78-м команда выиграла чемпионат страны, в 79-м кубок, в 81-м кубок обладателей кубков. Жаль, что прекрасная эпоха длилась недолго и к середине 80-х команда уже переживала кризис. Как позднее признавались сами футболисты, после стольких титулов им было сложно найти мотивацию для новых побед. Таким был кубок СССР 1979 года. Спасибо за внимание и до новых встреч.